надо отделить и понимать да есть бытовое социально приемлемое употребление например алкоголя и даже наркотиков до в зависимости от среды и даже если говорить про другие виды зависимости про игру про трудоголизм и прочие вещи есть такое социально приемлемое вполне употребление разных веществ и само по себе употребление не является еще признаком обязательно зависимости это эти вещи нужно отделять мотивом здесь чаще всего является приятное ощущение но этот этап проходит и зависимые и люди без болезни зависит быть и те и те на этом этапе когда-то находится поэтому конечно понимать на сегодняшний день сколько там вокруг нас людей зависимых и так далее мы конечно не можем адекватно мы только можем согласно исследованиям разным там опираться какие цифры но вокруг нас много людей употребляющих практикующих какие-то вещи которые не являются зависимыми вот и при этом человек ощущает чувство расковности и раскрепощенности вот если человек уже ощущает чувство освобождения то это вполне чаще всего признак зависимой личности если он действительно яркое освобождение ощущает и дальше мы уже говорим о фазах именно зависимости да и развитие симптомов именно уже зависимости хотя еще раз обращу внимание и прошу вас это все-таки принять и воспринять и рассмотреть этот вопрос что на этой же фазе с похожими симптомами могут быть люди не являющиеся химически зависимыми а употребляющие или в данном случае лучше говорить злоупотребляющие эта фаза называется продормальная фаза предвестников болезни как бы предболезнь значит здесь появляется стремление скрыть употребление ну или количество там употребляемого чувство вины избегания разговоров об употреблении и оба этих симптомов вполне могут быть у людей без химической зависимости из когда человек злоупотребляет например действительно у него есть какие-то там проблемы психологические или социальные и он таким образом снимает напряжение как получает облегчение он может понимать что это несколько социально особенно если это касается там наркотиков вот если его социальная среда которая находится предполагает употребление наркотиков а это не такое же редкое явление то он может начать скрывать и избегать разговоров об употреблении но но это вовсе еще не значит что он зависит то есть такой человек чаще всего как я уже говорил когда разделял и дифференцировал эти понятия он столкнувшись серьезными проблемами перестанет употреблять без серьезных каких-то проблем для себя или реализовавшись как-то там получив удовлетворение от жизни тоже может прекратить вот но вот озабоченность объектом зависимости и жадность появляется на этом этапе чаще все таки это уже про зависимых ну можно сказать с уверенностью да что это симптом принадлежащий зависимым когда человек думает а будет ли там на празднике достаточно алкоголя или а будут ли наркотики когда мы поедем на рыбалку там а будет ли возможность если я поеду отпуск у меня там поиграть пусть у него начинается такая озабоченность и появляется жадность некая то есть он начинает запасаться продумывать то прежде всего в голове хватит ли ему да и ну там алкоголиков чаще вот когда это на алкоголика все исследовалось этот человек уже там до праздника еще выпивает собой берет еще чекушку и на празднике значит быстренько старается всех догнать чтобы быть состоянии опьянения такое таком же как они а потом еще и с собой прихватить вот и на этой же стадии на еще называется ранняя стадия уже появляются провалы в памяти полимсесты если говорить про алкоголь в случае наркомании там несколько иные процессы но тоже могут появляться полимсесты но опять же вот провалов памяти могут быть у человека не химически зависимым если он перри перебрался алкоголь это просто мозг как срабатывает у человека провалов памяти после опьянения здесь появляется скрытности изоляция здесь появляется потеря количественного контроля скрытности изоляции то есть человек действительно старается скрыть что с ним происходит уходит некую изоляцию некую отделенность от других людей особенно от близких и касаемо потери количественного контроля этот человек не не может проконтролировать сколько он употребил да или в случае там игромании сколько он играл значит в случае наркотиков тоже он не может то есть планировал одну дозу там а получается больше вот то есть он уже все что он планирует касаемо контроля употреблением его потихоньку начинает рушиться и здесь основной мотив удовольствие то есть если до этого было приятное ощущение просто то здесь уже человек получает удовольствие но надо сказать что удовольствие если говорить про зависимое то скорее удовольствие от снятия напряжения это надо тоже понимать вторая критическая фаза развитие зависимости характеризуется такими симптомами в особенно внутренне да у человека появляется некое ну внутренне имею характерологически да появляется напыщенность высокомерие он человек защищаясь от чувства вины и внешнего социального давления занимать такую позицию высокомерную надменную возможно значит у него происходит смены внешних форм потребления начинается там употребление только по пятницам да ну и всякие другие формы я думаю что большинство известно естественно происходит отход от старых друзей они уже не так интересно им не так уже интересно с человеком сужение круга интересов это очень важно в зависимости то есть один одним из симптомов обозначенных всемирной организации здравоохранения зависимости является то что вот это сужение круга интересов приводит к сосредоточенности на объекте зависимости настолько что все остальные альтернативные виды там жизни удовлетворения себя реализации они уходят на периферию вообще теряют смысл появляется жалость к себе у человека вот начинается создание запасов и заначек да это не только в прямую но особенно если про поведенческие зависимости говорит это такое тоже продумывание да в том числе заначками могут быть друзья и знакомства которых можно использовать для того чтобы практиковать свою зависимость или употреблять вещества изменяющие сознание вот поэтому здесь как-то такой большой комплекс вещей входит сюда здесь происходит нарушение режима питания и графика дня жизнь идет в разнос у человека рушится планы рушится ежедневные какие-то какая-то структура и здесь же происходит снижение сексуальной активности то есть сосредоточенность на зависимости она влияет на то что человеку менее интересен менее интересное альтернативное получение удовольствия секс в том числе секс тоже связан с нейромедиаторной системой как и зависимости и поэтому к нему теряется интерес ну и там еще некоторые психофизиологические процессы происходят и тут же появляется алкогольная так называемая рембус пока но она так и называется алкогольная но этот симптом на самом деле присущен зависимым зависимый понимает где-то на частью своей головы что он не очень приятен в общении что с ним не очень там комфортно близким людям особенно если это там жена девушка или муж парень и зависимый начинает подозревать что вообще в общем-то любить его тем более быть ему верным там по вот эти все вещи может быть наверное другим недоступны и появляется вот эта ревность это пока еще не какие-то психотические состояния хотя у алкоголиков зачастую они потом и перерастают но потом немножко позже скажем психозы но и появляются утренние выпивки да если говорить про алкоголика а про других зависимых то есть появляется необходимость с утра уже практиковать свою зависимость иначе день не очень имеет смысл вот значит здесь же на этой фазе или средней стадии как она еще называется значит происходит потери контроля возникает тяга то есть человек употребив наркотик или алкоголь или начиная практиковать поведенческий вид зависимости запускает механизм зависимости внутри и уже не может остановиться то что называется там эффект первой рюмки да но рационализация выпивок естественно рациональные попытки рационально объяснить свое нерациональное поведение с другой стороны происходит усиление социального давления с одной стороны человек не вмещается уже в некоторые на социальные установки и чувствует как подпирают его границы а с другой стороны действительно социальное давление увеличивается семье друзьям там работодателям начинает надоедать то что происходит они начинают давить на человека как-то требовать определять претензии требовать кого-то изменения поведения вот и защищаясь именно от этого человек как бы уходит в большую изоляцию начинает тоже менять места жительства чаще даме работа чаще меняется здесь же возникает периоды длительного воздержания а то есть надо понимать что среди симптомов развития зависимости ее прогрессии да есть такие как такой симптом ну практически простите практически всегда присутствующий это период длительного воздержания причем на практике это бывает даже там и 10-15 лет зависимый человек может на каком-то этапе или испугавшись или под давлением или как-то в общем то действительно на уровне разума там что-то поняв и приняв остановиться и и воздерживаться довольно длительное время к сожалению это не такой уж хороший признак потому что тогда если другие если сам по себе синдром да не лечится если сама болезнь не лечится то а человек завязавший естественно чаще всего принимает решение что ему не надо уже больше ничего над собой работать а остальная симптоматика развивается и если и когда человек срывается в конечном итоге то ему уже намного сложнее из этого выйти ему сложнее помочь но период длительного воздержания это не признак независимости это бывает признак зависимости вообще сам вопрос а почему пришлось долго воздерживаться это вопрос чаще всего к зависимым обращены они к человеку без без зависимости здесь происходят первые госпитализации это не обязательно наркологии это могут быть какие-то соматические заболевания травмы и прочие вещи до здоровья ослабевать у человека проблемы на работе как уже говорил возникают с деньгами проблемы с законом ну и вот это можно считать началом распада личности даст психологической точки зрения социальной точкой зрения с биологической и с духовной основной мотив употребления здесь облегчение и третья фаза и так называемая хроническая значит она характеризуется эмоционально эмоциональным огрубением утраты эмоциональных привязанностей человек очень часто много и практически всегда находится в состоянии близком к депрессии да это не клиническая депрессия депрессивное состояние апатия зачастую но чаще всего чувство напряжения у человека постоянное особенно между употреблениями между употреблениями напряжение нарастает и все прогрессивнее то есть она поэтому собственно говорят там у человека в хронической фазе все меньше периода воздержания становится он между запоями заколами игрой и прочими вещами да у него все меньше меньше все короче периоды человек сильнейшее напряжение испытывает между вот эти периоды воздержания между употреблением здесь же происходит морально-этическое снижение она становится довольно отчетливым человек нарушает не только какие-то рамки и правила общества но и собственные принципы нарушает и вот это морально-этические требования к себе очень очень сильного человека снижаются он начинает переступать через себя через совесть через принципы здесь же происходит нарушение мышления пока еще обратимые это физиологии связано и с таким симптом как отрицание до которые вы все думаю знаете человеку приходит самого себя путать и объяснять что-то все время искать какие-то причины и объяснения которые не соответствуют действительности причинно-следственные связи нужно рубить потому что осознание причинно-следственные связи причиняет боль как человеку кажется но и для него это действительно так и есть и поэтому человек сам себя путает мышление нарушается здесь же есть такой симптом что человеку невозможно вернуться в эйфории то есть он употребляет для того чтобы поддерживать себя он не употребляет для эйфории очень многим людям кажется что вот там пьяный алкоголик это человек который кайфует а все вокруг страдают это не совсем так или даже совсем не так человек в чувстве вины и стыда постоянно живет он их давит он прячется его на все его надмени и высокомерие это лишь маска на самом деле ему больно и в том числе в эйфории он вернуться уже не может чисто с точки зрения биохимии то есть употребляя сколько угодно там наркотиков или алкоголя он все равно не достигает того уровня эйфории ну то что называется кайфом по большому счету если только очень кратковременно здесь же в этой связи могут происходить смены наркотиков или смены там видов зависимости безотчетные страхи постоянного человека они без адресные они никуда конкретно не направлен просто человек ощущает страх за все и перед всем отсутствие самокритики естественно да тоже все знают о нозагнозии некритичное отношение к себе к своему диагнозу к своему состоянию к положению дел и уж тем более никак к себе не относятся там зачастую до существующие проблемы то есть человек начинает искать по-прежнему ищет всякие объяснения но не связывает это с собой эти проблемы которые возникают и при этом надо понимать что вот здесь перечисление симптомов это развитие это конечно не сразу вот на третьей хронической фазе все уже есть да это потихоньку все проявляется появляется вот и у части зависимых здесь могут проявиться психозы примерно у десяти процентов сейчас наверно больше связи с наркотиками разными да и по-разному действующими но могут проявляться уже психозы но я имею ввиду большего количества и вот здесь уже да там прямо алкоголиком могут появиться делирии там приступы алкогольные ревности которые вообще параноидально могут даже какие-то сумрачные состояния мозгу происходить вот психомоторная заторможенность участие зависимых появляются неясные религиозные устремления чаще всего это происходит не думаю там как бы раньше по схеме джелинок это было 60 процентов я думаю что даже у большего по крайней мере у подавляющего большинства зависимых появляются религиозные устремления и они действительно не ясные потому что человек просто боится видеть страда что с ним что-то не то страдает от этого пытается какие-то найти смысла обрести за что-то усыпиться и ищет смыслы за пределами своей жизни некоторые в какую-то понятную религию при этом погружаются и тогда религия к сожалению становится частью их болезни вот это не выход к сожалению но на тот на тот момент человеку это приносит некоторое облегчение но надо понимать что зависимый со всей его симптоматикой к реальной религиозной жизни не способен потому что он не способен устанавливать с кем бы то ни было отношений в том числе конечно же с богом или там высшей силы как бы он не понимал ну а многие зависимые просто в такие именно неопределенные какие-то духовные практики псевдо духовные практики такие довольно безответственные какие-то решения приходят лишь бы лишь бы что-то было вроде бы как про духовность вроде как про какую-то будущую жизнь так или иначе и им это приносит облегчение но и вот на этом этапе может происходить чаще всего происходит не на этом этапе а на каком-то этапе происходит разрушение системы отрицания то есть внешне все внешние разрушения и поражение человека они приводят тому что система его всех рационализации объяснение отрицания на рушится правда с болью приходит в его жизнь вот это еще называется тоже острой стадии кроме перечисленных симптомов здесь появляются длительные загулы многодневные запои до физические нарушения происходят естественно вот тремор да уже я говорил про психомоторную заторможенность человек пытается какое-то время обвинять всех вокруг появляется употребление суррогатов или смена как я говорил уже да там веществ изменяющих сознание или завить видов зависимости выпивки со случайными людьми даже с теми с которыми раньше человек бы не не за руку бы не поздоровался но он вот начинает выпивать со всеми подряд выпивки это условно да выпивать употреблять или играть взаимодействовать с теми людьми ради ради зависимости с которыми раньше бы не взаимодействовал происходит снижение толерантности что интересно да то есть до этого времени толерантность росла на каком-то этапе просто уже организм не выдерживает человеку происходит снижение толерантности надо сказать на этом этапе многие наркоманы например получают передозировку когда они привыкли к большой дозе у них всегда страх что им не хватит у них жадность до кайфа то что называется но у них происходит снижение толерантности они могут вполне получить передозировку ну и здесь уже происходит распад личности по большому счету вот это хроническая фаза острая острая стадия это в общем то такое ну окончание здесь человеку уже предстоит выбрать умирать или жить и основной мотив употребления здесь это все еще поддержание себя человеку хоть как-то надо двигаться хоть что-то делать и он не знает как это делать по-другому кроме как употребить и вот на два последних симптома я бы хотел обратить внимание да с одной стороны разрушение системы отрицания это хорошо с другой стороны распад личности происходит и это уже настолько печально что может быть даже разрушение системы отрицания ничего не да здесь человеку нужна очень серьезная поддержка чтобы когда вся боль правды там как-то хлынет его жизнь достигнет вот это называется то что называется достигнул на достиг на человек до достигнуть на вот на этом этапе им нужна поддержка чтобы не погрузиться в отчаяние в полное и не продолжить распад своей личности потому что если распад личности продолжится то некоторые специалисты говорят о четвертой фазе терминальной то есть смертельной уже такой фазе здесь уже больше употребления для забытия здесь приходит деменция и прочие уже диагноз это там всякие водянки и так далее необратимые органические повреждения мозга происходит ну возможно уже там хома и смерть здесь полным разрушением но если человек все-таки все-таки не продолжит дальше разрушаться получится адекватную помощь и его система отрицания рухнет то его выздоровление возможно особенно если рядом окажутся неравнодушные люди и профессиональные специалисты то они могут в этом помочь и хорошо бы чтобы и родственники в том числе к этому времени родственники близкие люди были адекватны то есть понимали что это за болезнь понимали что это за больной и смогли бы ему помочь и так вот получается что три основные фазы и они эти фазы по большому счету принадлежат зависимым но только в первой могут оказаться независимые люди злоупотребляющие в какой-то мере вот так это фаза относящиеся к зависимости мы к зависимым и на этих и на всех этих фазах в принципе для человека есть возможность начать выздоравливать решать свои проблемы начать получать помощь однако не все как вот кажется например особенно близким людям да иногда специалистам то что нам кажется хорошо на самом деле хорошо потому что вот если человек в к продормальной фазе еще социально контактен да еще вполне себе коммуницирует с миром с людьми еще готов слушать что-то разговаривать какие-то причинно-следственные связи устанавливать какую-то логику включать то получается что он мог бы на этом этапе решить прекратить употребление с одной стороны да и кажется естественно вроде бы как априори это хорошо но с другой стороны мы знаем немало примеров когда люди на этой фазе завязавшие в конечном итоге уже в старости срывались начинали употребление и дальше им очень тяжело помочь они умирают от этой болезни очень быстро вот поэтому хорошо это или плохо бог его знает и это один еще из поводов для родственников особенно зависимых но и кстати для специалистов для некоторых тоже задуматься нам всегда кажется что мы очень хорошо знаем что этому человеку нужно нам всегда кажется что мы отчетливо понимаем что вот это плохо вот это хорошо для него вот но на самом деле наука до логика самой зависимости самой этой болезни и ее симптомы и опыт работы показывают что иногда человеку лучше все таки дойти до дна и почему специалисты да такое иногда произносит что надо для человеку дойти до дна имеют ввиду вот этот мотивационный кризис когда у человека уже рушится система отрицания когда мы способны о чем-то с ним разговаривать говорить о его проблемах потому что в этом случае человек действительно признает у себя болезнь если вдруг человек записал завязал на первой или на второй фазе чаще всего он не признает у себя болезнь это завязавшие зависимые которых я часто говорю это страдающие личности симптоматика вся остальная развивается употребление нет и не ему не донести что у него проблема да ну какой о каком алкоголизме говоришь человеком который десятый год не пьет вот не он не может понять что с ним происходит а ответы он не готов слушать потому что он зависимый слушайте его симптоматику входит то что он не готов реально воспринимать информацию там от специалистов от близких или или от кого бы то ни было кто намерен помочь ему изменить жизнь и вот здесь получается такой клинч такая печальная история что человек болен не способен это признать что он болен тем более один из симптомов его болезни который ярко показал бы что она у него есть он у него убран вот и оказалось ли это полезным есть большие сомнения на самом деле здесь вот тоже такой хороший повод задуматься человеку всегда ли как мы видим как хорошо на самом деле хорошо и но все-таки есть определенные точно факторы о вернее стратегии да конкретные рекомендации которые могут помочь близкому человеку любому там работодателю другу брату родителям мужу жене быть полезным зависимым на любом из этих этапов на любом из этих этапов можно быть полезным зависимому и оказывать ему на самом деле помощь так вот помощь можно оказывать если не решается зависимого его проблем не скрывать возникающие у него кризисы то есть с одной стороны если человек все время там увольняется с работ с одной на другую и так далее то не надо его там поддерживать деньгами все время выручать он должен как-то столкнуться с ответственностью за свои принимаемые решения за свое поведение да столкнуться с правдой о себе если он не способен строить отношения то почему вот значит да ему придется потихоньку задуматься о себе особенно если он еще на той фазе где он способен всерьез задуматься не скрывать возникающие кризисы то есть не прятать там не врать соседям на работе еще где-то да в связи с тем что с ним происходит не соглашаться с нарушением границ своих или чужих ну в общем то как-то озвучивать о том что человек почему-то считает что другие должны жить так как будто он центр вселенной и проговаривать ему и простраивать эти границы и где-то ну прямо отчетливо давать понять что пошел-ка ты вон да со своими со своим раздутым эго ну вот это тоже очень важная помощь да но это то что касается не а вот что же делать и кем быть быть честным это очень важно рядом с зависимым говорить правду вот постоянно говорить правду не скрывая не не при не припарашивая ее там не не используя какие-то схемы вот эти да там как я вспоминал один пример у нас одна участница не могла произнести в употреблении сын да даже так она не могла сказать она она могла произнести только в здравии или не в здравии человек вообще не способен сказать правду о том что с сыном вот от этого надо отказываться надо быть честным быть открытым заявлять о себе вот опять же о своих границах а открыто говорить о своих чувствах вот своих каких-то желаниях стремлениях и открыто говорить о том что нравится что не нравится быть открытым рядом зависим это очень важно предлагать помощь очень важно но предлагать помощь без насилия а без навязывания без давления без требований чтобы человек менялся и был таким как мне надо вот именно просто если вдруг тебе нужна помощь то и мы можем вместе ее там поискать но не навязывать и не покупать до постоянно пытаться зависимым и в том числе вот позволить человеку жить как он хочет то есть позволить ему жить как он хочет разрушаться как он хочет он имеет право это особенно если мы будем про взрослого человека то понятно что он имеет право жить так как он желает но и главное все таки на мой взгляд это заниматься собственным развитием и духовным ростом без этого невозможно быть полезным здесь есть признак один который может показать что есть проблема вот если все предыдущие пункты для вас сложны да не решать его проблемы не нивелировать всякие кризисы с выстраивания своих границ с честностью с открытостью проблемы есть постоянно хотите насильно человека изменить куда-то затащить сделать таким как вам надо то это явный признак того что необходимо выздоравливать от созависимости кто бы вы ни были родственник брат или там сват или друг или начальник человека но если у вас большие проблемы серьезные затруднения вызывают предыдущий пункт это нужно начать выздоравливаться зависимости в том числе если вы специалист работающий зависимости то обязательно явные признаки того что нужно срочно начать выздоравливать от созависимости начать прилагать серьезные усилия к решению своих личностных проблем тогда можно быть полезным зависимым все друзья на этом пока все но вы пишите комментарии в комментариях вопросы дальше да всем спасибо до свидания до свидания